Время новостей на телеканале Север в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. На бюджете 2020 года остается высокая социальная нагрузка. Он является дефицитным, но в нем заложена инвестиционная составляющая для социально-экономического развития региона. Вице-губернатор Татьяна Лагвиненко представила главный финансовый документ региона. Глава региона подверг критике новую схему движения на Т-образном перекрестке и количество установленных ограждений вдоль автомобильных дорог. Ответственным лицам поручено в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой. На смену устаревшему судну Ясовы пришел КС-110. Новый катер будет осуществлять пассажирские перевозки по населенным пунктам округа. Ненецкий округ принял эстафету театрального марафона от Республики Коми. Всероссийский марафон уже прошел через 75 регионов Российской Федерации. Основные параметры бюджета Ненецкого округа на 2020 год и плановый период до 2022 года приняли на заседание администрации Ненецкого округа. Оно прошло сегодня под председательством главы региона Александра Цибульского. Основные параметры казны Ненецкого округа включают в себя доходы, расходы и размер дефицита. Их утверждение необходимо для принятия закона о бюджете в первом чтении. Как и прежде, главный финансовый документ региона будет приниматься на плановый трехлетний период. Основные параметры на 2020 год составляют доходы 16 млрд 745 млн, в том числе безвозмездные 901 млн, расходы 19 млрд 45 млн, дефицит 2 млрд 300 млн рублей или 14,5%. Требования статьи 92.1 бюджетного кодекса соблюдены. Основные параметры бюджета на следующий период до 2022 года по доходам и расходам чуть ниже 2020 года. Верхний предел государственного долга, который предлагается установить на 1 января 2021 года – 3 млрд 900 млн рублей. На 2022 год – чуть более 6 млрд. На 2023 – более 7 млрд рублей. Как отметила главный финансист Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко, бюджет по доходам и расходам сбалансирован и может быть внесен на рассмотрение депутатскому корпусу для принятия в первом чтении. На заседании администрации данное решение было поддержано. Напомню, предметом второго чтения станет утверждением расходов бюджета. В том числе безвозмездное дело. Заборы, которые в последнее время заполонили практически весь город, поставил под сомнение глава Ненецкого округа Александр Цибульский на очередном заседании администрации, которое состоялось накануне в Нарьинмаре. В пример борьбы с бесполезными ограждениями он поставил мэрию города Москва. Было решение в мэрии Москвы. И больше в Москве нет ни одного забора. Расскажите мне, как у них это получилось, почему у нас это невозможно сделать. Почему город превращаем в какую-то клетку? Заборы, к несчастью, это вопрос, который определен в ГОСТах и правила дорожного движения в том числе. И мы понимаем, что в некоторых случаях есть определенные допуски. Но тут, как мы с вами говорили, был объезд коллегиальный. К этому вопросу нужно подходить комплексно. Губернатор отметил, что многочисленные заборы – это лишняя трата бюджетных средств. Ограждения затрудняют уборку улиц от снега, а весной приходится их восстанавливать после повреждения снегоуборочной техникой. Он дал поручение ответственным лицам разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения этой городской проблемы. Вы пересчитайте на деньги, которые мы тратим на изготовление, строительство, установку и дальнейшее обслуживание этих ограждений, и пересчитайте на количество штрафов, которые нам могут выписывать за это. Может, это дешевле? Еще одна общегородская проблема, которую обсудили на заседании – светофор на Т-образном перекрестке. Из-за искусственно созданной дорожной проблемы Наринмар погрузился в бесконечные пробки. Автомобилисты неоднократно ставили этот вопрос и перед собранием депутатов Ненецкого округа. Депутатов, в свою очередь, привлекли к рассмотрению данного вопроса прокуратуру Ненецкого округа и ГИБДД. Мы пока занимаемся только констатацией. Не более того, мне кажется, та поездка, которая проходила в пятницу с привлечением ГИБДД, прокуратуры, мы хотели бы, чтобы там были, наверное, Роспотребнадзоры или Транспортная прокуратура. Но мы готовы со всеми сотрудничать. Вопрос заключается в том, что у нас пока вся эта тема усугубляется. Мы только занимаемся тем, что фиксируем. Но противодействовать, к сожалению, не можем. Губернатор дал поручение профильному департаменту заняться решением проблемы незамедлительно. Срочно звоните в Росавтодор, если надо, я Костюку позвоню. И скажите, пусть они выключают свой светофор. У нас можно за 10 минут пройти пешком, 30 минут стоят, вот так вот, от аэропорта и до поселка Искателей пробка стоят. И в заключение глава региона обязал всех собравшихся внимательнее относиться к общегородским проблемам. Ну, понимаете, коллеги, мы же живем здесь, и наша задача, чтобы наши жители и мы с вами получали комфортные условия. Если мы видим, что какие-то вещи противоречат здравому смыслу в наших условиях, надо это доказывать. Решить эти проблемы губернатор поручил в кратчайшие сроки. Ольга Руслова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В Нинецком округе подвели итоги вступительной кампании 2019 года – высшие и средние профессиональные учебные заведения. По информации Департамента образования, культуры и спорта, наибольшее число выпускников 11-х классов окружных школ стали студентами Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. 41 человек из 297 выбрали именно этот вуз. Среди городов, пользующихся популярностью у выпускников региона, традиционно лидирует Санкт-Петербург. Получать образование в северной столице отправились 78 человек. На втором месте – Архангельск. В этом году в учебные заведения «Поморья» поступили 69 выпускников 11-х классов. 39 человек отдали предпочтение средним и начальным профессиональным заведениям Наринмара. На четвертом месте по числу привлеченных выпускников – Киров. Вятские вузы и СУЗы поступили 14 человек. Пятое и шестое место заняли Москва и Ярославль – 11,5 человек соответственно. Среди лидеров по числу привлеченных студентов из Ненецкого округа в этом году, помимо САФУ, также Северный государственный медицинский университет в Архангельске – 11 человек. Ежегодно абитуриенты Ненецкого округа направляют документы о поступлении в Вятский государственный университет в Кирове. В этом году в ВУЗ поступили 9 человек. В Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого поступили 7 человек. В Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России, в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникации имени профессора Бонч Бруевича, в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна обучаются по пять выпускников из Ненецкого округа, окончивших школу в 2019 году. Что касается получения среднего профессионального обучения, то здесь абсолютным лидером является Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского. В колледж в этом году поступили 26 выпускников. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова привлек в число студентов 11 человек. Еще два – Ненецкое профессиональное училище. Студенты из Ненецкого округа, окончившие первый и второй семестр прошедшего учебного года на «Отлично», а также получившие пятерку за защиту практики, до конца текущего месяца должны подать заявление на получение окружной стипендии. Для этого необходимо обратиться в Центр развития образования. Напомню, стимулирующие выплаты за счет средств окружного бюджета тем, кто добивается высоких результатов в учебе, выплачиваются единовременно один раз в год по итогам прошедшего учебного года. При этом размер стипендии отличника для студентов вузов составляет 12 200 рублей, для обучающихся в СПО – 9 900 рублей. По итогам прошлого учебного года стипендию отличника получили 40 студентов. Еще годом ранее за стипендии отличника обратились 35 человек. На сегодняшний день стипендии уже получили 18 студентов высших учебных заведений и 5 учащихся среднего профессионального образования на общую сумму 297 тысяч рублей. Документы для назначения специальных денежных поощрений за кружной казны подаются до 31 октября текущего года. В Департаменте образования, культуры и спорта Неницкого округа сегодня состоялось вручение наград от Росмолодежи. Диплом лауреата первой степени национального молодежного патриотического конкурса «Моя гордость, Россия» По итогам 2018 года награждена Людмила Деткова. Конкурс проводила автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам молодежи». За содействие в решении задач, возложенных на Федеральное агентство по делам молодежи, благодарность объявлена начальнику отдела реализации молодежной политики и поддержке молодежных инициатив регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания Валерии Легеди и начальнику ресурсного центра поддержки развития добровольчества Наталье Медведевой. Ведущий консультант отдела культуры и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта НАО Галина Камарь отмечена почетной грамотой Федерального агентства по делам молодежи. В Ненецкий округ доставили новый пассажирский катер на смену теплоходу «Ясавей». По муниципальному контракту между МКУ «Северное» и Костромским судостроительным заводом в регион доставлено речное судно КС-110, которое будет осуществлять перевозки людей по округу. Подробнее в сюжете Натальи Кисляковой. Пассажирское судно КС-110 подбирали специально для условий нашего региона. Даже в зимний период катер можно без особых усилий при помощи трала поместить на берег и провести необходимые ремонтные работы. Для удобства пассажиров судно оборудовано автономными подогревателями. Это судно, во-первых, менее подвержено ветровой нагрузке. Выход в рейс разрешен до 17 метров в секунду. Плюс оно мелкосидящее. Скорость судна составляет до 30 км в час, что не требует дополнительных обучений капитана. Выход на необорудованный берег оборудована, оборудована спуском с выходом на необорудованный берег. То есть все параметры, которые необходимы для данного местонахождения и условий заполярного района. Самый дальний рейс до деревни Тошвиска. Новый катер способен за 8-часовой рабочий день прибыть на место и вернуться обратно. Раньше этот путь занимал два световых дня. Это пассажирский водомётный катер КС-110-032А на 30 пассажирских мест. Заказывали этот катер за место ИСВ, устаревшего уже отходившего своего века. Он быстроходный. По крайней мере, будет выполнять рейсы в течение одного светлого дня до деревни Тошвиска. Судно полностью оборудовано. Стоят дополнительные аварийные контроллеры, автоматическая система пожаротушения, гидравлическое рулевое управление, дополнительный генератор, камеры видеонаблюдения. Также есть кабина для персонала, туалет душевая два в одном, небольшая кухня и даже холодильник. Соответственно, различные датчики, дополнения там, всего остального, то, что предусмотрено уже непосредственно правилами речного регистра, здесь уже на этом судне есть. То есть, дорабатывать больше ничего не надо. Всё, судно готово полностью, подрегистровые правила. То есть, грубо говоря, у нас все равно уже прошло первичное, как сказать, первичный осмотр уже регистра. То есть, всё, документы у нас, в принципе, рабочие на него уже есть. Добавлю, пассажирский катер готов к эксплуатации. Жители могут на нём пройти в населённые пункты округа уже в следующем году с открытием навигации. Наталья Кислякова, Владислав Москин, Телеканал «Север». Костюмы ненецких мастеров впервые будут представлены на неделе моды в Москве. Свои коллекции на главном событии российской фэшн-индустрии представят три мастерицы. О подготовке к участию в показе главе региона Александру Цибульскому рассказали инициатор ранее поддержанного губернатором проекта, член Совета Федерации Римма Галушина, заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко и заместитель директора Центра развития бизнеса Ненецкого округа Елена Ермолина. Как отметила Елена Ермолина, вся работа по созданию коллекции была проведена совместно с командой специалистов, дизайнеров, конструкторов и модельеров. Три национальные капсульные коллекции одежды созданы с применением современных трендов и интеграцией их с традиционным производством одежды северных народов. Для этой недели мы, получается, отшили дизайнера в нашем три коллекции одежды. Вот вы как раз сейчас их смотрите. Это Лилия Тайбарей, Ольга Суховарова и Анна Светанина. Они сами тоже будут присутствовать на мероприятии, которым Римма Федоровна уже сказала 24 октября. Он гостин на дворе в Москве. Вот. По самой программе будет показ вот этих трех коллекций. И помимо этого, нам очень рекомендуют представить нинескую культуру, скажем так, чтобы был какой-то коллектив на открытии и закрытии. Вот мы сейчас этот вопрос пытаемся как раз решить коллективом. В ходе встречи глава региона Александр Цибульский сообщил, что готов поддержать участие в показе окружного танцевального коллектива «Морожки». Показ коллекции нинеских дизайнеров пройдет в Москве 24 октября в гостином дворе. Нинецкий округ в год театра в России принял эстафету театрального марафона от Республики Коми. Всероссийский марафон уже прошел через 75 регионов Российской Федерации. Торжественная церемония передачи символа эстафеты состоялась во Дворце культуры Арктика. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Владимир Уляшев более 20 лет работает в Национальном музыкальном драматическом театре Республики Коми. За это время вместе с коллективом побывал в различных уголках страны, в том числе со спектаклем «Пармалов». Так как я не высокого роста и телосложнением плотненький, я, конечно, не герой-любовник, поэтому у меня в основные роли все возрастные роли. И кого вы играете здесь? Здесь я играю царя Явра. Артисты театра прилетели в Нинецкий округ с важной миссией передать эстафету и символ театрального марафона, который стартовал в России в начале года в рамках объявленного президентом года театра. Мы рады тут быть, тут присутствовать. Нам очень приятно, что вам выпала такая честь передать эстафету вам вот здесь, на Ренмаре. И думаю, что и спектакль зрителям понравится. «Пармалов», «Душа Пармы». И сам миф, он красивый, то есть легенда. И я думаю, что вот этот эпос, который стилизован под современность, он чем-то и будет, ну, в каком-то смысле отражением наших сегодняшних дней. На пути героев коми спектакля название на русский язык переводится как «Душа Тайги». Встречается множество препятствий, но благодаря силе их песен путешественники находят выход. Спектакли вживую изучат многие народные инструменты. Песни играют большую роль, являясь связующей нитью сюжета. Перед началом спектакля всем зрителям выдали наушники, через которые транслируется перевод с коми на русский язык. Сегодня Республика Коми передает символ театрального марафона, символ года театра нашим ближайшим соседям, друзьям Ненецкому автономному округу. И мы привезли сегодня культурную программу национальный музыкально-драматический спектакль. Театр сегодня дает спектакль здесь на сцене культурно-делового центра Арктика. Поэтому сегодня очень почетная миссия у меня передать главный символ года театра Ненецкому округу, для того, чтобы он дальше продолжил свое путешествие по стране. Для нас очень почетно получить сам символ года театра. Он уже прошел 75 регионов. И мы, в свою очередь, 20 числа передаем символ года театра в Республику Карелия, в город Патризаводске. Пройдет передача символ года театра от Ненецкого автономного округа в Республику Карелия. И дальше это будет переходить по регионам Северо-Западного федерального округа, и закончить все это мероприятие в Санкт-Петербурге. Торжественная передача символа года театра состоялась на сцене Дворца культуры Арктика. Аплодисменты, дорогие друзья! Добавлю, уже сегодня театральный коллектив «Иллипс» отправился в Петрозаводск для передачи стафеты и символа года театра. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды ювелирный бутик «Фианит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова